когда идут выборы. Остальное время им совершенно не надо. Вас? Как ваша фамилия? А как Саша? Владислав. Уважаемые товарищи, вот у нас от группы молодых людей попришел человек, дадим ему слово? Размахни на Александр, пожалуйста. Берите микрофон. Владислав. Здравствуйте, жители города Шелихово. Я не коренной житель города Шелихово. Я приехал сюда из Забайкальского края, потому что планировал переехать сюда из древни в город. Желая получить себе больше возможностей для образования, ну и для последующей работы. А в итоге, когда я приехал сюда, ну, поступил-то я, конечно, легко в школу, а вот в институт в этом году я закончил школу. И что бы вы подумали, в политехе вообще нет бюджетных мест. В МЭД была очень ужасная очередь. И платить нужно там больше 100 тысяч рублей в год, чтобы, допустим, получить тоже образование. Везде было бюджетных мест, даже не было 20 мест. В институте правосудия было всего 16. А в Байкальском государственном университете было 16 тоже. Я вот к чему хотел сказать. То, что нет возможности для молодежи сегодня получить образование. И эта пенсионная реформа, она и меня точно так же касается. Ведь мы все не вечны, я так же состарюсь, но, наверное, когда я состарюсь, тогда уже, наверное, на пенсию можно будет выходить только с 80 лет. Нет, если мы сегодня это не прекратим. Если мы сегодня прекратим этот произвол властей и будем дальше спускать им все с рук. У меня все. Скажем, пенсионной реформе, оповышении возраста нет. Мы с вами знаем, что женщина – это мать, это хранительница домашнего очага, это бабушка. В 55 лет женщины уходят. Это те женщины, которые, может быть, как я уже выше говорила, они не работали тяжелым трудом, материально были обеспечены очень хорошо, но у нас ведь таких людей очень мало. В основном, основная масса у нас, вот как сейчас пенсионерка выступала, сказала, мы летом, все лето сидим на огороде для того, чтобы хоть как-то помочь семье, детям, внукам. Но ведь это же не выход из положения.